Чтобы это отделение функционировало на кладбище в нашем банке. После торжественного разрезания ленточки, экскурсия по новому отделению. Несколько комнат, где раньше располагались административные службы, теперь оснащены самым современным оборудованием. Здесь дети и подростки смогут получать специализированную психологическую и медицинскую помощь. У нас есть уже первые детки, которые проводятся с ними уже занятия. Магнитный кисочек, где они разрабатывают моторику. Также машинные доски, где они будут тоже работать ручками. У нас уже есть ряд специализированных учреждений. На данный момент по статистике в Ленинском районе проживает порядка 250 семей, нуждающихся в реабилитации несовершеннолетних. Большинство из них из Видного. Да, у нас есть на территории Ленинского района федеральный центр детства, на территории сельского поселения Молоковского находится. У нас есть революционный центр в городе Видное регионального значения. А вот такого местного, мы понимаем, что место, конечно, центральное, но ограничено по площадям. Однако востребованность у родителей, у детей, в первую очередь тех, кто проживает в городе, Видно, она колоссальна. Теперь и самим создателям этого отделения трудно поверить, что всего лишь в начале сентября это были обычные кабинеты дуралтерии. Деньги на ремонт и покупку оборудования собирали всем миром. И наши денежные средства, и помощь, как вы слышали сегодня, администрация Ленинского района помогла нам, и партия «Единая Россия» помогла. И также мы работаем с благотворительными фондами, которые тоже в свою лепту сюда внесли. Поэтому чуть-чуть со всех. Степан Семиков – один из первых посетителей реабилитационного отделения. Раньше ему и его семье для занятий приходилось проделывать неблизкий путь. Теперь все стало намного проще. Приятно, что в городе видно, в легкой доступности, рядом с домом. Хорошие специалисты с первого раза, понятно, потому что большое внимание взгляд детям. И с большой добротой и теплом к ним относятся. Назим Чеботарев – один из тех, кто оказывает помощь в создании отделения реабилитации. Автор ряда книг, общественный деятель, он сам живет с диагнозом ДЦП. И о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья знает не понаслышке. Человек сам через свою боль, через свое заболевание, это все знает и чувствует. Поэтому с его стороны большая идет поддержка. И сейчас после того, как он выиграл грант, он деньги пожертвует на наш центр и приобретет тренажер Гросса. В развилке подобное отделение существует с 2016 года. Его заведующий Владимир Панов оказывал активную помощь в создании центра в Видном. Результатом Владимир Александрович доволен. Мои коллеги сделали потрясающее за этот короткий срок. Практически все помещения приготовлены для профессиональной качественной работы с детьми, с особыми детьми. Все на должном уровне. Несмотря на то, что уже в первый день работы отделение оказывает услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонт и оснащение центра продолжается. Работа не останавливается. У нас идет сейчас ремонт доступа, программа «Доступная среда». И еще хлопот очень много. Будем работать, расширяться, прибавлять деток. Сейчас у нас мощность на отделении будет 20. Но по той динамике, которая есть, я думаю, что мы ее увеличим. Остается добавить, что услуги несовершеннолетним с 3 до 18 лет в отделении оказываются совершенно бесплатно. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.